Всем доброе утречко, ребятки! Я снова на кухне и готовлю вкусный завтрак. Что-то я соскучилась за оладушками. У нас в холодильнике есть и кефир, и творожок. А творожка буквально, ну может, столовая ложка осталась. Мы вчера не доели на завтрак. Думаю, я и в кефир творожок добавлю, и будет хорошее у нас качество этих самых оладушек. Знаете, как утро еще трошки не собранное, речь такая получается. Я подогрела до летней температуры, до комнатной температуры. Кефирчик здесь меньше, чем пол-литра, то есть, ну где-то грамм 350 кефирчика. И мы с вами будем готовить. А пока будем готовить, я с вами буду, как всегда, по болтушке. Но заранее хочу поблагодарить всех, кто подтянулся к нам на канал, кто написал комментарий, кто поставил лайк. Очень благодарна, спасибо огромное. И там были, во вчерашнем видео, было парочку вопросов. Ну, такие они вопросы, не вопросы, повествования, какие-то высказывания и так далее. Ну, я думаю, на эту тему можно и поговорить. Здесь у меня столовая ложка, но без горки сахара. Буквально они такие будут, знаете, как больше пресные, чем сладкие. Я имею в виду не сдобные, а такие, потому что у нас открыто варенье, что потом попозже покажу. Размешиваю сахар и соль до полного растворения, а также и ванильный сахар. Ножницы, ножницы. Наверное, забрал Вики. Но ничего, мы ножичком подрежем. Значит, по поводу того, что, ну, не знаю, считать это оскорблением, считать это какой-то репликой такой, знаете, как с иголочками такая реплика. Что, мол, типа, как дети, то все, веселятся дома взрослые дети, там, зятья, внуки, а вы, ребята, пока мы с Витей будем возвращаться в детство, в молодость, не до такой степени, не думайте, мы совсем там какие-то прибабахнутые, играемся в мячики тут и так далее. Хотя хочется, вот. И чем дольше мы будем вот такими, тем дольше будет у нас стремление, желание, какие-то эмоции, ну, я не знаю, какая-то такая броскость по жизни, невзирая на проблемы, мы остаемся людьми и умеем радоваться. И, как Витя говорит, умеешь радоваться, радуйся, не умеешь, так сиди. Вот я вас прошу, если вы не умеете радоваться так, просто сидите, наверное, так. Да, коль вы мне так и я вам так, но не в обиду, то есть, как, знаете, как бумеранг, какая эмоция ко мне пришла, такую эмоцию я и отдаю. В принципе, наш канал создан для того, чтобы не просто играться в эмоции, а мы показываем свою жизнь. Вот нам так живется, нам. И спасибо, там, значит, один был комментарий, что если у вас нет настроения, не мешайте каналу, все тут нормально, все тут на позитиве. Действительно, это так, поскольку я не хочу в канал к вам выходить с утра, в обед и вечером с кислой миной и говорить, о боже, о как же, о это. Да, ребята, да, как это не страшно говорить, на нашу долю выпало вот такое вот ужасное положение дел и так далее, и жизни, и дел. Я согласна, кто-то в подвале, кто-то недоедает, кто-то без жилья остался, но даже если я всем телом лягу на эту большую беду, ничего не изменится. Поверьте, я просто живу, потому что я живу, и все. Это был первый, первая такая реплика. А потом второе относительно детей. Ребятки, если вы люди умные, если вы люди самодостаточные и взрослые, пожалуйста, Бога ради, не муссируйте тему про наших детей, про Юлю, про Женю, про Витиных. Да, мы сами виноваты, что открыли канал и показываем свою жизнь. Но это все равно, я так считаю, как человек вроде как, ну, не такой уж глупый, я понимаю, что люди не должны себя опускать до той планки, что указывать нам вот того любите, того не любите. Это нелепо, это глупо, это, ну, ни в какие рамки не входит. Детей я как мать, я их двоих родила, я их люблю как мать обеих, также Витя троих. Ну, скажем так, мамы у детей нет, там папы у детей нет. И мы как можем с Витей создаем это теплое наше гнездышко и до безумия рады, что наши дети нашу позицию приняли, что наши дети с нами общаются, наши дети нас уважают, в беде помогают, мы им, мы нам. А взвешивание больше Юле, больше Жене, вот на эту тему я чуть-чуть, такое махонькое отклонение, не в оправдании, а просто те люди, может быть, недавно пришли на канал, может быть, не понимают всей ситуации. Вот, чуть-чуть вернусь в прошлое и расскажу. Когда Юлечка вышла замуж и родила Лену, такое было время, что с работой тяжело, с жильем тяжело, совсем тяжело. И был такой период времени, когда я поняла, что у Юли просто тупик, такое, знаете, как, ну как, нестабильность, что ли. Женя еще была в школе, Леночка уже родилась, и мы очень-очень взяли Лену не то, что там жить к нам, нет. Нет, Юля ходила на работу с мужем, а мы с Леночкой оставались до ночи, ночевать она не хотела, и Юле это было проблематично. То есть вечером забирали ребенка, приходили, и это было. То есть Леночка, дети на море ездили, Юля с мужем, я оставалась, я, видите, с вами поболтала и больше муки подала в тесто, чем нужно. Теперь нужно опять доставать кефир, ну вас. Вот, и Леночка жила у нас по полдня, по полночи и так далее. То есть, когда нужна была помощь Юле, я была рядом. Ох, какая крышка! Зубки мои, зубки. Я была рядом, и, конечно же, ребеночка мы баловали и любили, и покупали всякие разности и так далее. Вот, сейчас же, ребята, у Полины маленький ребенок, и если есть такая у меня возможность, то я ей помогаю, когда она просит. Я не сижу там безвылазно. Все, вот такой мой ответ. И не надо, пожалуйста, муссировать. Ну, это, ребят, ну, не по-взрослому, что ли, я так думаю, нехорошо. Ребят, ну что, видите, как чуть-чуть эмоций, и все. Пришлось открывать еще один кефир, а он не подогрет. Ну, ничего. И Витя забрал нож. Короче, все до кучи. Я немного добавлю сюда кефира, потому что я понимаю, а это была сметана, я уже ложечку добавила. Ну, я думаю, сметана не испортит вкус оладушка. Вот так вот, где-то, наверное, грамм 100, нет, не 100, наверное, 70. Добавлю кефирчик, а теперь мне надо его поставить, чтобы он не упал. Потому что я сейчас, минутка, ребят, не люблю в пакетах держать кефир. Я пакеты люблю переливать в пакет кефира, переливать в этот, сразу же в баночку. И про яйцо забыла. Это утро. Одно яйцо. Вот так. Все, ребятки, поговорили, забыли. Я не обижаюсь, но вас очень прошу, будьте корректнее, пожалуйста. Тему детей не затрагивайте. Я такая же мать, как и все, и отношусь к детям совершенно одинаково. С большой, с большой любовью и дорожу нашими отношениями. Так, значит, мы с Полюшкой каждый день ходим. Нам нужно ходить в консультацию, одну получать. И поэтому я сейчас быстро готовлю завтрак и буду уже собираться к Полюшке. Со школы прямо ее забираю, мы ходим. А ей еще сегодня и английский, и Леночка, и Полюшка. Они вместе ходят на один курс. Вот. И погода у нас стоит туманная. Но сегодня намного теплее, чем было вчера. Сегодня аж 8 градусов. А мне очень жарко, ребята. Ну, вот так вот открой, наверное, ненадолго. Жарко очень. Это эмоции. Вот. Так что тепло. Вчера была в шапке, потому что был сильный ветер. Сегодня я шапку одевать не буду. Вот. Пройдемся с Полей. Приду, а потом надо будет готовить ужин. Все, ребята. Вот теперь у меня тесто готово. Здесь у меня соль, сахар, одно яйцо, чайная ложка соды, мука, ну и, конечно же, кефир. И чуть-чуть там, ну, столовая ложечка творожку. Я сейчас их пережарю. А потом вам покажу уже весь-весь-весь завтрак, который я приготовлю с хорошим настроением. Все, ребятки, я закончила готовку своих оладушек. Вот они получились такие румяные, поджаристые, хорошие. Минимум сахара там, потому что у нас открыто варенье из черешни, но оно с косточкой. Обалденно. Я открыла, видите, кажу, боже, даже с косточкой. Я говорю, да. Но нам нравится, вы знаете, самый цимус в том, что там есть косточка. Как-то ты его чувствуешь на вкус, что оно плотненькое, косточку надо удалить. А было бы оно без косточек, ну, это бы, ну, такое было бы, знаете, ну, просто, ну, варенье. Но мы любим, короче, с косточками, что говорить. А вы напишите, будем очень вам благодарны за то, что вы пишете нам свои эмоции. Так вы думаете или нет? И вот такой нам завтрак сделала. По два яйца, по одной сосисочке. И Юля угостила вкусной-вкусной икрой. Юлечка, спасибо огромное, все вкусно. Два яйца, икорка. Короче, вот такие завтраки давали деткам, помню, в садике. Я так любила вот именно это блюдо. Оно все друг друга дополняет. Икра, яичница и кусочек либо колбаски, либо сосиска вкусная. В общем, вкусно. Ребят, и хочу вам еще такое, знаете, как пожелание, что ли. Вот, в принципе, да, мы с Витей задумались над тем. Вот, смотрите, мы росли в такой семье, что у Вити соблюдались праздники, умели люди праздники встречать, гости общались, друг к другу ходили, песни пели, значит, сейчас идут и щедривочки, и поздравлялочки, всякие разные, да, в преддверии этих праздников. Сегодня, в принципе, да, такой праздник, но так как уже в нашей семье вот мы перешли уже на новый цикл ихнего празднования, потому что вспомните такие добрые слова. Старый Новый год, Новый Новый год. Всегда всех интересовало, что такое Старый Новый год. Вот мы пришли к тому, к тем давним праздникам, когда они все встали на свои места. Но я мнение свое никому не навязываю, это наше святимнение, у детей другое или не другое, но мы себе так решили, вот так и решили, все. И поэтому вспоминали, что у Вити были праздники дома, вот такие, и он их прочувствовал именно с детства, и несет вот эту вот мысль о том, что это праздник, что его надо праздновать, несет в течение всей жизни. И у меня было точно так же, что папа, что мама, что бабуля. Все мы их праздновали, любили, и всегда общались, встречались, и в вечере друг друга насыли, что у нас будет впереди. Так что, если мы пронесли из детства вот эту мысль о том, что есть праздники, так же оно и передалось нашим детям. Вот тут вот в том вопросе, когда я минут 10 назад говорила, о чем шла речь, что почему вы так, война и то, сё, я не могу из себя вынять вот те, знаете как, добрые эмоции, которые вложили родители в нас, я не могу их из себя вычерпать, вынять и, в принципе, даже и не хочу. Я была вот такой и буду такой, и Витя тоже, и мы не зря до сих пор и будем очень долго вместе. Нам хорошо вместе, у нас мнения одинаковые, мысли и желания. Если Витя хочет танцевать, я танцую, он поёт, я пою, он веселится, я веселюсь. А грусть, она всегда успеет прийти, а также и старость. Так что мы будем долго-долго детьми. Вот такой маленький монолог, ребята, но я просто вам хочу дать понять, что жизнь продолжается, и нам нужно жить именно вот этот период жизни, прожить, потому что другой-то у нас не будет. И мы этим очень дорожим. Всё, а сейчас всем приятного аппетита, всем доброго дня. А мы, как всегда, с вами Витя, Лена, Степан. Вкусно пахнущие оладушки, хорошее настроение на канале Погода в доме. И всех вас с праздниками!